Ароматные дыни и сочные арбузы наконец дождались своего коронного месяца. Сезон бахчевых начинает радовать жителей округа. Но не стоит забывать и о безопасности. Высокое содержание нитратов порой грозит отравлением. У нас на рынок с началом августа приезжают каждый год фактически одни и те же производители. Это, можно сказать, семейный бизнес. Они сами выращивают, сами приезжают, сами реализуют его. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Поэтому вся продукция проходит тщательную проверку в государственной ветеринарной лаборатории. Проверка бахчевых культур начинается еще на месте сбора. Повторные исследования продукция проходит уже на рынке, говорят врачи. Осмотр плодов на целостность, отбор проб и исследование на нитраты – важные этапы контроля качества. В течение минуты все размешивается и происходит вытягивание этих нитратов. У арбузов допустимые нормы 60 мг на килограмм, а дыни до 90 мг на килограмм. То есть, ну, в основном это минимально. Там до 15, 25, 16, 7. Вот у всех арбузов разные. Хотите арбуз с сахарной мякотью – ищите сухой хвостик. У молодого и более сочного он будет зеленым. Спелость ягоды также можно определить по характерному звуку. Так что стучите, не стесняйтесь. В этом году хороший урожай. Очень было жарко. Чтобы выбрать арбуз, арбуз должен быть звонкий, но не обязательно, чтобы желтое пятно было. Лилия привозит арбузы и дыни из Астрахани уже более 10 лет. Качество продукции неизменно стоит на первом месте, говорит фермер. Сейчас у нас идет сезон бахчевой культуры. Это сорт продюсер – розовая мякоть. А еще мы выращиваем сорта, которая с желтой мякотью. То есть, этот арбуз, он не аллергичный. Допустим, у кого-то аллергия на розовый, на красный. А, соответственно, от желтого аллергии не бывает. Продавец подчеркивает, покупать следует только в специализированных местах и с документацией. Вкусный, а главное – безопасный. Выбирайте сочные ягоды правильно, и тогда это пойдет вам только на пользу.